Я сегодня хочу поговорить о том, какой секс любят нарциссы, какого рода секс любят нарциссы. Ну, как известно, нарциссы бисексуальны, то есть они могут быть либо гомосексуальны, чисто гомосексуальны, или чисто гетеросексуальны, но чаще всего они би. Ну, вот, например, нарцисс Сара, да, известная, она сказала, что она любит женщин тоже, ей все равно с кем. Ну, предпочтительно мужчин, но она сказала, что и женщин тоже любят, то есть ей все равно. Почему они выбирают конкретно, либо есть все-таки разница бисексуальной, либо гетеросексуальной? Это зависит от того, кто нанес им травмы и с кем они будут строить нарциссический сценарий, вот этот травматический сценарий. Если ему отец нанес травмы, то мужчине, например, вот мужчине нанес отец травмы, он станет гомосексуальным, потому что он будет пытаться через других мужчин разрешить свой конфликт с первичным объектом привязанности. Если мать нанесла травму нарциссу в детстве, то он будет искать женщин, чтобы разрешить конфликт с первичным объектом привязанности. Но иногда бывает и то, и другое. Вот у Сары, видимо, есть и то, и другое, поэтому она бисексуальна. Вот какой же все-таки секс любят нарциссы? Обратите внимание, это Оскар Вайлд. Один из моих любимейших нарциссов, которому люблю, прощу все, потому что обожаю его афоризмы. Второй, это у нас, кто у нас любимый нарцисс, которому мы все-все-все-все прощаем. Это Михаил Лермонтов, да. Смотрите, обратите внимание, каких вот выбирают. У него явно партнер был тоже нарцисс. У нарциссов бывает вот такое ощущение, что вот стоит мраморное изваяние. Вот, кстати, да, у него был партнер тоже нарцисс, мраморное изваяние. Какого рода сексом он занимался? Он, Оскар Вайлд, приглашал каких-то молодых любовников к своему вот этому любовнику и смотрел, как они занимаются сексом. Ему нравилось на это смотреть. Вот отсюда страсть нарциссов к порнографии. Почему? Им нравится наблюдать со стороны, им не нравится участвовать, им не нравятся вот эти прикосновения, им не нравится кого-то трогать самим, им нравится вот это смотреть, да. Им это называется, может быть, даже проекция стыда. Им нравится смотреть, как кто-то что-то делает постыдное, и таким образом он как бы избавляется своего стыда. Возможно, да. Но это так, в принципе, у нормальных людей есть то же самое, да. Когда, например, кто-то, партнер в постели начинает делать что-то такое, и тебе кажется, что ты тоже можешь таким делать. Но если он не стесняется, то я могу тоже не стесняться. Вот это вот такая называется проекция стыда. Что касается вот моих подписчиц, они тоже, кстати, очень хорошо на это ответили. Я сейчас несколько их комментариев зачитаю. Ну, тут еще один важный компонент, что нарциссы не любят секс. Им нужны партнеры, им нужны вот эти вот постоянная игра, драма, да. Но секс как таковой им не нужен. И они, вся сексуальная их энергия направлена на себя, они аутоэротичны, они вообще, честно говоря, не понимают, для чего нужно какое-то трогать чужое тело. Вот пользователь пишет, он тоже почти не говорил про секс. В начале общения даже говорил не секс, а только поскольку. Вот на это обращается внимание. Это признак расстройства личности любого. У всех расстройств личности, кроме врожденной психопатии, будет что-то, проблема какая-то с сексом. Либо они будут вот это одержимы. Но они одержимы, потому что хотят через секс получать нарциссический ресурс. Не главное, чтобы партнер был. Да, главное нарциссический ресурс. Я думала, что он просто меня не хочет. У меня вообще подозрение, что он гей. Да, у вас будет четкое подозрение, что он гей. Вот посмотрите, да, вот это такое женственное лицо. Вот это женственное лицо. Смотрите, какие женственные манеры. Будут театральные такие. Они будут манерничать. А женщины, нарциссы, особенно те, которые склонны к социопатии, они будут более такие, как мужики. А женщины, которые более склонны к пограничному, они будут суперсексуальны. Да, женственные, всякие такие, типа Волочковый, либо Рината Литвиновый. А боли к социопату – это вот земфира. Вот это вот. Боли к социопатам с антисоциальным расстройством. Так, еще один очень интересный коммент. Я тоже думала, что он мужчин любит. Замечайте, да? Одни Санечки и Колечки. Говорил, что выражение Санечка-Колечка – это, во-первых, детское выражение. Так нормальные мужчины о друзьях не говорят. Санечка-Колечка. Говорил, что я озабоченная, а ему не нужно вообще. Раз в неделю для него до хрена. Поэтому они участвуют в групповухах, чтобы смотреть на голых мужиков и возбуждаться. Да, они участвуют в групповухах, чтобы смотреть, как это делал Оскар Уайлд. Он устраивал групповухи для своего вот этого мальчика, чтобы на него смотреть. Ему больше ничего не надо. Поэтому они требуют ваших голых фото и так далее. Зачем ему заниматься сексом? Если для него секс – это фантазия. Он там в своем фантазийном мире все напридумывает. Ему главное посмотреть, как он занимается. Спроецировать на себя, на того партнера, с которым он занимается. И снять скриншот, и все нормально у него будет. И он в своих фантазиях будет жить, они живут в своих фантазиях, а не в реальности. Это трэш для обычного человека, да. Моего бывшего мужа мать холодная, ледяная женщина. Он не знает, что такое женская ласка. Ну да. От моих обнимашек шарахается. Говорит, что я слишком романтична. Да, им не нравится проявление заботы, им не нравятся обнимашки. Это им кажется все фальшивым, искусственным. Во-вторых, вы, когда обнимаете, вы напоминаете ему вот эти детские травмы. Семья ему нужна была только для того, чтобы все думали, что он такой, как все. Еще один пользователь тоже пишет. Мне тоже говорили, что секс не особо нужен. Думала, гей. Оказалось, он просто многих трахал, когда же ему успеть. Они это делают ради получения нарциссического ресурса. Когда да, чтобы быть в центре внимания. Что такое нарциссический ресурс? Быть в центре внимания. Поэтому обращайте внимание. Нам, женщинам, легче на это обратить внимание. Что мужчины не хотят. Потому что женщины могут морочить голову мужчинам долго. Поэтому они очень часто не понимают. Я читала рассказ женщину, которая была кастрирована. Это женское обрезание. И, соответственно, она ничего не чувствовала. Она чувствовала только одну боль во время секса. И она это скрывала. И она была нарциссом. Кстати, она стала нарциссом. После того, как ее кастрировали. Это тоже, кстати, очень интересная ситуация. Потому что в Северной Африке, я уже рассказывала, занимаются кастрацией девочек. Вырезают им половые органы. Но это называется обрезание. Но это неправильное слово обрезание. Потому что называется кастрация, по сути. Или травмирующая операция на половых органах. Так вот. Они после этого становятся психопатками. То есть нарциссами, социопатами и так далее. Потому что они теряют способность заниматься сексом. Во время секса они испытывают ничего, кроме боли, не испытывают. И они уходят вот в эти нарциссические защиты. Они на власти. Им хочется власти, контроля. И вот эта женщина, она именно описывала. И самое смешное, что мужчины этого не замечали. Что она все время притворяется. Ни один мужчина не заметил, что у нее отсутствуют половые органы. Как таковые. Вот. Поэтому в нашей жизни есть два наркотика. Это либо любовь и секс, либо власть. Вот нарциссы, любовь и секс не смогли бы, не решили заняться. Пришли к выводу, что любовь и секс не получить. Им приходится концентрироваться на власть. А получать удовольствие они через алкоголь, наркотики и так далее. Как-то так.